Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале exeged.ru. И сейчас мы с вами поговорим о мессианском пророчестве, которое находится в 30-м псалме. Это 6 стих, давайте его прочитаем в синодальном переводе, а потом его разберем. «В твою руку предаю дух мой, ты избавляй меня, Господи Божьей истины». Если вы читали Евангелие от Луки, то, конечно же, вы узнаете эти слова «в руку твою предаю дух мой», потому что почти дословно Христос цитирует этот отрывок, когда умирает на кресте. Давайте попробуем разобраться, о чем идет здесь речь. И чтобы лучше понимать, то надо сказать следующее. Когда мы толкуем псалтирь, важно видеть следующее, что текст псалма часто имеет три уровня прочтения. Уровень первый – это буква, то есть вот то, что говорит псалмопевец о самом себе, либо о окружающих его людях. Второй уровень, который вот важен особенно для нас – это уровень нравственного понимания, то есть то, что касается каждого из нас, то, что относится к личности любого человека. И третий уровень – это то, что касается Господа нашего Иисуса Христа, то есть мессианское прочтение псалтири. В этом тексте, в шестом стихе мы можем прочитать как буквальное, так и мессианское. Конечно, мы можем остановиться и на нравственном прочтении, но для нас важно буквальное и прообразовательное. Итак, о чем говорит псалмопевец вот по букве? Если читать весь псалм, то понятно, что автор говорит о том, что он предает Богу свою жизнь, что Бог теперь является защитником этого человека, ну и вообще как бы вся жизнь подчинена Богу. Как мы приходим к этому выводу? Давайте разберемся. Когда у человека спросить, а что такое дух, ну, без уточнения, то может сказать, дух – это святой дух. Ну, а если говорить о человеческом духе, то часто слово «дух» будет синонимом слову «душа», то есть вот духовная жизнь человека, то есть та жизнь, которая касается его нематериальной стороны. Когда мы говорим о душе, мы подразумеваем там дух или там говорим, что это отдельная часть человеческой души или она соединена с душой, но что-то нематериальное. Но если мы обратимся к Священному Писанию Ветхого Завета, то мы увидим такую интересную особенность, что Священное Писание особо не рассказывает, как устроен человек, что вот он там устроен из тела и души или как тело, души и духа, вот этого нет. Священное Писание понимает человека как некое единство тела и души и какого-то там разделения дита хами и трита хами. Никакого этого ничего нету. Все это вместе. Стоит обратиться к одному из самых первых текстов, которые относятся к антропологии человека. Это текст, который находится во второй главе книги Бытия, и вдохнул Бог человеку в лицо, если в еврейском тексте, в ноздри, дыхание жизни и стал человек душою живою. Если мы сейчас читаем, то мы так представляем, что Бог сделал сначала тело человеку, и в человека вдохнул бессмертную душу. Но если прочитать буквально на уровне тех людей, которые жили тогда, то это выглядело приблизительно так. Бог создает человека, но этот человек не живой. И Бог делает ему так в кавычках искусственное дыхание. То есть он так дует, и человек начинает дышать. И вот он становится живым, душою живою, живым человеком. И когда речь идет о душе и, соответственно, о духе, то в данном случае можно понимать просто как указание на человеческую жизнь. То есть Бог вдохнул в человека дыхание, человек ожил. Человек делает свое последнее дыхание, последний выдох, он испускает дух, то есть дыхание, он умирает. И вот это дыхание, которое было у человека, оно уходит к тому, кто дал это дыхание. Оно уходит к Богу. Это я цитирую книгу Экклезиаста. Нет разговора о бессмертии души или вообще душе. Скорее идет речь о таком дыхании. Поэтому когда автор говорит, что в твою руку предаю дух мой, речь не идет о том, что автор псалма умер, и его душа отправилась к Богу. Нет, он имеет в виду, что его жизнь принадлежит Богу, и Бог охраняет вот это дыхание жизни, то есть охраняет самого человека от смерти. Вот именно такое прочтение, если этот текст читать чисто буквально. Но понятно, что текст можно прочитать не только буквально, а можно прочитать как мессианский текст, о чем я сейчас говорил. И если мы мессианский его читаем, то когда Христос говорит о себе, что он предает дух в руки Божии, то он имеет в виду, конечно же, вот эту как раз нематериальную часть человека. И в устах Христа это смерть человека. Человек уже не может управлять своей жизнью, он отдает эту жизнь Богу, и Бог принимает бессмертную душу человека. И это можно прочитать как слова Христа. Хорошо, мы с вами разобрали шестой стих 30-го псалма, в котором есть указания на мессию. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами были на портале exeget.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...